Приветствую гостей моего канала. Сегодня хочу вам рассказать о своем вязании немножко. Интересную информацию. Был у меня вопросик, и я хочу на него дать ответ в видеоформате. Уселась вязать. Вяжу рукав в джемпере. Испомнила, увидела подружку свою на днях. Она мне спрашивает, как ты вяжешь рукава или стоечку-воротничка? Какие спицы? Тоже вяжу. Решила спросить, подскажи, как ты делаешь на коротких спицах? Или как? Хочу заказать. Подскажи, как ты делаешь? Я ей сказала, что я вяжу на коротких спицах. Не вяжу. Вяжу на длинных. Мне нравится. Это у меня леска 100. Спицы на данный момент номер 3. Но леска 100. Была необходимость. У меня вязала кардиган. Надо было планку вязать. И я заказала из-за этого такую длинную леску. Так она мне особо не пригождалась нигде. Но потом выяснилось, что она очень даже, девочки, удобная. Я думаю, что у вас должна быть хоть одна пара спиц на леске 100. Удобно вязать реглан. Когда вяжешь реглан сверху на этих спицах, ты примеряешь. Тебе удобно примерять высоту подреза. Регланную линию какую тебе вязать. Не подреза, а регланную линию. На эти спицы я переснимаю. На эти спицы одеваю. И я вижу, что мне не надо два комплекта спиц. Вяжу я вот так. Это у меня, думаю, покажу. Думала, будет неудобно туда-сюда это совать. А из-за того, что леска длинная, очень даже удобно. Мне ничего не мешает. Вяжу вот так себе спокойненько. И мне этот способ, я на него подсела очень даже. Давненько я и вяжу. Месяца уже пять я так все вяжу. А то тоже сначала и чулочными спицами. Назаказывала в спицах на леске сорок, чтобы было вязать. Вот, дошла я, переворачиваю. Тяну эту леску сюда. У меня здесь уже спица. Эту сюда. Все легко и просто. И у меня хорошо, тут нет переходов на спицах. Если бы я взяла на сороковке, туда-сюда. Неудобно. Вот такой способ. Светочка, я знаю, ты меня смотришь. Вот решила тебе ответить в видеоформате. Я делаю так. Ты пробую, как тебе удобно. Вот так же и горловинку я делаю. Горловинку удобно мне. И мерят тогда удобно. И вот я так делаю. Хочу показать вам свои спицы. Пока не приловчилась вязать на длинных, заказала аж новомодные Адди. Было себе. Хочу сказать, это у меня очень давние покупки. Года три-четыре этим спицам у меня уже есть. Только я стала смотреть вязальный YouTube. И мне же надо было. И я стала заказывать. Ну, вот такие у меня есть Ади 40 сантиметров, троечка. Ну, это или моя... Они спицы неплохие, не могу ничего сказать. Или это моя особенность. У меня очень болят руки. Руки у меня и небольшие, но мне так болят кисти рук, это вязать. Удобно. Я не говорю, что удобно. Может, кому-нибудь, кому и нравится. И многим девочкам нравится, видео снимают. Но у меня... Я сантиметр провяжу, у меня вот сводят пальцы, рук, кисти болят. Вот такие у меня есть. Такие китайские, самые обычные. Тоже там есть на такой леске. В принципе, они не очень-то и отличаются от этих Адиков. Я вам хочу сказать, тоже на них неплохо скользит. Хорошие места соединения здесь. Ну, здесь, правда, тросик не очень такой загибается, но тоже с памятью. Здесь тросик пожестче. Ну, просто такая пластмасса. Ну, разница... Эти на акции были 130, а эти 30. Хотя, однако, одинаково они вяжут. С дешёвых вот такие у меня. Такая фирма. Ещё есть Зинк Кнетпро, сороковка. Тоже у меня номер 4. Этими спицами я вяжу шапки. Когда вяжу шапки, вот набираю и пошла-пошла вяжу. Тоже хорошие, но болят у меня руки, кисти. Хотя эти удлинённые идут. Вот, я так поняла, у Адиков это спицы идут укороченные. Они, видите, насколько отличаются по длине. Наверное, это у них идут укороченные. Так что, кто будет заказывать, обращайте внимание, у Адиков есть и укороченные спицы. Есть совсем маленькие-маленькие, так как и носочные есть. Есть носочные укороченные и обычные носочные. За это сказала. Зато четвёрочку тоже не вяжу я на них. Ничего, шапку. Вяжу-вяжу шапку. Когда дохожу уже, когда надо мне собирать макушку, перехожу на четвёрку какую-то, например. Нет, про симфонии с леской. И вот тоже так перетягиваю мне удобно. Хотя Мэджи-клубом я не люблю вязать. Два рукава вместе. Вязальщицы меня поняли. Вот такая четвёрочка у меня есть. Хорошие спицы. Люблю. Кнет-про. Ещё есть у меня, когда тоже вяжу макушку и подходит мне размер спиц на шапке, беру спицы четвёрочка. Но не всегда так делаю, потому что с носочных спиц у меня только четвёрочка и китайские обычные двоечка. Такие, как алюминиевые, раньше были типа с покрытием каким-то. Эти спицы достойнейшие, но так как я носков не вяжу и не вижу необходимости мне покупать всю линейку, тройку, двойку или 2,50 или 2,75. Вот четвёрка есть. Надо было мне тёплые носки связать. Связала, может, года два назад, наверное. И так спицы у меня эти остались. Пробовала рукав вязать. Людям есть, нравится. Много вязальщиц нравится. Вяжут рукава на носочных, на таких. Удобно. Но мне... Я вязала, бросила на диване или в корзинку. Пошла тогда беру, посыпалась. Кот потянул, сын зацепил. Вот мне. Тогда начинают собирать эти петли. Если бы было так, что уселся и вяжешь. Никуда тебе не надо идти, бежать. Я тут же села вязать, знаете, мамочки. Мама то встала, бросила, побежала, чай. Прибежала туда-сюда, мотаешься и теряются петли. Они хорошо на них скользят. Вот такие тоже есть у меня. Ну, а вяжу вот таким способом. И горловинку, и рукав. И пошла-пошла. Вот теперь я это протянула сюда. И в обратную сторону. Вот такой мы и будет ответ. Спасибо, Светочка, за вопрос. На этом говорю вам пока. До новых встреч. Оставайтесь со мной. Заходите в гости. На сегодня пока-пока. До новых встреч. Продолжение следует...